Турнир Турнир Решение представляет собой файлы, расширение ток, объемом не более 5 страниц на каждую задачу. Это понятно? Хорошо. Вы получили комплект задач из 5 пунктов, 5 задач. Каким образом вы будете их сдавать? Количество решений, которые вы нам присылаете, соответствует количеству человек в вашей команде. То есть, если у вас в команде 5 человек, мы хотим получать от вас 5 решений. Каким образом вы можете это сделать? Вы можете решить все 5 задач и каждую задачу присвоить фамилию одного из участников. Например, задача номер 1 – Иванов, задача номер 2 – Сидоров. Вы можете отказаться от решения какой-либо задачи. Тогда вы должны прислать 2 решения другой задачи. Например, вы отказываетесь от решения задачи номер 5. В таком случае вы должны прислать 2 решения любой из первых 4 задач. Это понятно? Таким образом вы можете отказаться от 4 задач из 5. То есть, решить одну задачу 5 способами. Но хочу вас предупредить. Это последний пункт на этом слайде. Хочу вас предупредить. Если вы хотите быть включенными во всероссийский рейтинг, и в случае, если ваша команда не выигрывает на городском этапе, то есть, не занимает первое место, вы не сможете попасть в общероссийский рейтинг, и не сможете быть приглашенными на всероссийский этап в соответствии с вашим рейтингом, если он будет достаточно высоким. Если вы решите менее 3 задач. Этот момент ясно? Хорошо. Если вдруг у вас возникают какие-то вопросы, вы можете задать их своим кураторам. Здесь некоторые кураторы присутствуют. Пожалуйста, поднимите себя. Мы на вас посмотрим. Вот, Олег, поднимитесь, поднимитесь, мы вас увидим. Это студенты или аспиранты, или выпускники химических специальностей. Садитесь, пожалуйста, спасибо. И они будут всячески вам задействовать. Если у какой-то команды есть сейчас проблема, что он до сих пор не связался с куратором, я очень прошу вас после реакции подойти ко мне, и мы этот вопрос с вами потрясаем. Договорились? Договорились? Или такой проблемы нет? Хорошо, замечательно. Что ж, все вопросы, которые вдруг у вас возникают в процессе решения, вы можете легко задать нам на электронный адрес. Пожалуйста, запишите его каждый. Вы можете отправить решение задач, комплект задач. Например, из компьютера учителя, куда вам приходят официальные письма, вы можете отправить из своего личного адреса. Но, пожалуйста, это должен быть кандидатом. То есть до полуночи 31 сентября мы их ждем. И второе, у нас есть группа ВКонтакте, там мы выкладываем все новости проекта, анонсируем будущее, открытые лекции. И, в принципе, все, что вас интересует, можно задать и там в соответствующем томе. Ну что ж, остались ли у вас какие-то вопросы, которые вам непонятны? Хорошо, я так понимаю, что пока все ясно. Будет здорово, если вопросы не понятны, не появятся. Или будет здорово, если они не появятся, вы ему зададите сразу же, как только его осознаете. Вот по этим главным ссылкам. А сейчас я с радостью представляю вам вашего сегодняшнего лектора, человека, который расскажет вам немножко по теме теории и практики турнира или как решать задачи. Это Галайда Анастасия Павловна. Она студентка, магистрант 2-го года обучения Института естественных наук и химического департамента, многократный участник и призер турниров по всей России, инженер кафедры физической химии. Что ж, а здесь с нами. Спасибо вам, что вы пришли. Я очень взволнована. Это, пожалуй, мое самое крупное публичное выступление, если не считать того случая, на конкурсе чтецов стихов «Анни и Бардо». Но это не считается. Мне было 9 лет, и это было так не больно. Значит, как моя коллега Анат уже сказала, сегодня мы с вами поговорили о том, как решать задачи. Лекция будет идти плюс-минус полтора часа. Я думаю, что в середине мы сделаем первый раз, чтобы вы могли познакомиться со своими коллегами, надеясь, не боюсь счастью, и чтобы вы могли разрядь ноги и просто отдохнуть. Лекция будет идти в таком немного инфраструктурном ключе, но я надеюсь, что вы этого не заметите. Он все равно понравится. Как я уже сказала, меня зовут Анастасия, и я очень рада, что вы сегодня здесь садились. Итак, перейдем непосредственно к теме нашей сегодняшней встречи. Итак, вопрос, который вас наверняка занимал, когда вы открыли этот совет и файл, как же это все решить? Я предполагаю, что некоторые из вас видели эти задачи и подумали, о боже, нет, я никогда этого не сделаю. На самом деле, бояться вам нечего. На самом деле, когда я открылась твоей первой задачей, я думала точно так же. Ну, с тех пор прошло уже пять турниров, и заходите. Нажимайте, садитесь, пожалуйста. С тех пор уже прошло пять турниров, и вот сегодня я стою перед вами, дадусь опытом, и на самом деле, вся лекция, когда вы сегодня вас слушаете, это действительно опыт нашей команды, опыт наших коллег, потому что мы прошли вместе немало интересных и занимательных мероприятий, и мы искренне надеемся, что вам вся эта информация, если ваш богатый опыт, помогут. Итак, как же решить задачу? Вопрос довольно интересный, потому что, строго говоря, задачами то, что вы получили, ими являются. Если мы обратимся к такой скользкой тропе, как методология, и вот определение того, что мы делаем с вами каждый день какими-то заумными словами, то задача – это формулировка цели, которую вам следует достичь. И что еще более интересно, в этом определении говорится то, что вы знаете, как это сделать. Например, вам говорят, возьми книгу с полки. Вы знаете, как вы подойдете, возьмете книгу с полки. Поэтому это задача. С другой стороны, когда вам говорят, ну-ка, пожалуйста, разделите-ка нам нанотрубки металлические от полупроводниковых, вы скажете, что? Как я это сделаю? Я вообще не знаю, что это. Поэтому проблема – это тот же самый сложный теоретический вопрос, который, однако, вы не представляете себе как, представляете, как решить. То есть, если мы говорим о задаче, мы знаем, как растягивают цели. Если мы говорим о проблеме, мы должны найти этот самый путь решения. И, собственно говоря, решение задачи – это и есть поиск пути решения, просто, из-за павтологии. И вы поймете, я надеюсь, в течение этого месяца, что самое увлекательное в турнире – это не узнать, что вы сделали, не увидеть этот плод вашего труда. А, собственно, вот этот вот поиск – в этом-то вся суть. И поэтому, когда мы говорим о том, зачем вы вообще согласились в этом участвовать, разумеется, кого-то из вас тешит поездка в Питер на всероссийский турнир, кого-то из вас просто привлекает в химии, вы хотели бы помочь об этом узнать. Но на самом деле, такой глобальной целью вашего турнира является познакомить вас с этим процессом поиска новой информации, ее обработки, систематизации и представления. Потому что эти навыки вам пригодятся кем вы дальше не будет. Если вы захотите стать врачом, юристом, кем угодно, вам все равно придется собирать информацию, систематизировать ее, обрабатывать и в какой-то момент вам потребуется ее представить. И моделью вот этого процесса в этот раз можно назвать наш с вами турнир. Поэтому добро пожаловать, вы еще не знаете, во что поблизовались. Если вы обратите к этапу решения, проблемы, и это можно назвать планом нашей сегодняшней лекции, следует выделить несколько этапов. Это формулировка проблемы, совмещенная с анализом. У вас есть текст задачи. Вы его читаете, и вы должны сформулировать для себя проблему. Потому что вы читаете условия задачи. Это все-таки немного разные вещи, мы об этом очень скоро поговорим. Далее, вам потребуется построить модель решения задачи, потому что некоторые задачи столь обширны, что решать их во всем, в промежутке их действия, мы просто не рациональны. Поэтому мы должны построить модель и следовать ей. Формирование идеи. Вот это такой самый творческий, трудный этап, пожалуй. Потому что вот как раз этот вопрос, боже мой, как я это сделаю, вот он находится в этом пункте. Попрошу вас включить мобильное устройство, а не меня не будет заболевать. Спасибо. Формирование идеи это... Поговорим о том. Поиск ответа это поиск пути решения проблемы. Это мы уже с вами выяснили. Научное обоснование. Все научные обоснования, о которых мы будем говорить, будут касаться такой замечательной науки, как химия и приближенной к ней химической технологии. И поэтому, поскольку наука относится к точным, к естественным наукам, обоснование обязательно должно быть научным. Вы не можете руководствоваться тем, что кто-то когда-то вам сказал, если это, конечно, не профессор. И анализ решения. Такой момент рефлексии. То есть когда вы уже получили вот этот вот кайл объем не больше пяти страниц, вы должны проанализировать свою работу и свое решение. Почнее, путь передвижения к своему решению. Чтобы определить для себя, все ли мы правильно сделали и не осталось у вас слабых моментов. Ну, это будет такой краткий экскурс, пересказ сегодняшней лекции. Итак, формулировка проблемы. Вы читаете задачу, но вам нужно переформировать проблему. Условие задачи может быть большим, маленьким, каким угодно. Оно может быть написано понятным языком, непонятным языком. Оно может быть вообще любым. Но чтобы вам было проще ориентироваться в предмете, я рекомендую вам переформируть каждую задачу по следующей схеме. То есть у вас есть условия, и вы задаете себе вопрос, что мне нужно сделать. И таким образом вы переходите к проблеме, когда вы задаете себе вопрос, а как же я это собственно сделаю, как мне это подробиться. В условии есть подсказки. Они могут быть подсказками, потому что иногда люди зацикливаются на некоторых словах, которые в итоге оказываются личными условиями, которые вообще не требовались для решения задачи. Это бывает, когда текст очень большой, в нем содержится много описательных моментов, много предложений, которые погружают вас в тематику. Но в итоге-то все сводится к одному единственному вопросу. Как вам сделать это? Но вот эти вот большие условия, они могут быть вам подсказкой. С какой точки зрения? С той точки зрения, что вам все равно придется построить модель. Иногда модели не требуются, и тогда задача звучит в высшей степени конкретно, сжато, лаконично и просто. Но чаще всего, когда сейчас с вами это увидим, модель все-таки нужна. Итак, давайте сейчас мы с вами поработаем. Представим задачу, которую команда нашего университета решала в 2012 году для турнира естественных наук в Санкт-Петербурге. Итак, известно, что массив водородных наутрубок, выращенный определенным методом, статистически состоит из двух видов. Полупроводников и металлических наутрубок. И нужно предложить способ разделения этих наутрубок. Либо способ отключения металлических свойств во всем рассеяния наутрубок. Кто все понял? Нет. Очевидно. Но вот такая задача разумеется в реку вашего погружения. Потому что очевидно, что вы не все знаете с позиции терминологии. Что такое трубки университет? Предлагаем? Предлагаем? Трубки, состоящие из соединений университета. В общем, из углеродного скелета, где-то С60-что-то там. Нет. Вы говорите о фуглеренах. Но это родственная структура, обзоробная модификация углерода. Соответственно говоря, если мы прожим ваш букибол, как вы сказали, мы увидим эту наутрубку. И вот она так выглядит. Это действительно трубочка. Внутри она полая. И она состоит целиком из округов углерода. Структура очень непонятная. Если вы знаете, что такое профена, это вот лист двумерный, полностью состоящий тоже из углерода, связанного подобным образом. И мы берем этот лист и скручиваем. Вот вам, пожалуйста, наша трубка. На этой картинке вы видите, что она закрыта такими половинками сферы двух концов, то есть какие структуры тоже исключает вы. И, собственно говоря, вот это и есть наутрубка. И если мы вернемся с вами к задаче, мы увидим еще некоторые слова, которые нам может быть непонятны. То есть что это за страшный метод синтеза? Это метод синтеза химическим осаждением и споровой базы. Мы с вами к нему еще вернемся. Дальше. Электрон-проводящие, полупроводники. Понятно, что это электронные свойства. Если вы не знаете, бог себе представляет, что они означают, у вас есть масса источников, как в интернете, так и в вашей школе, учебниках, университетских книгах и так далее, которые помогут вам в этом разобраться. И вам нужно сформулировать проблему. То, о чем говорится в задаче, можно свести к двум вопросам. Как разделить наутрубки с разными свойствами? И второй вопрос. Как задать нужные свойства в процессе сведения? Фактически вы можете следовать обоими путями или одним из этих путей. И, комментируя о том, что вам предстоит, если бы вам встретилась такая задача в вашем нынешнем мире, вы бы могли взять каждую из этих проблем и сделать на нее два разных решения. Понимаете, да? То есть, например, один человек разрабатывает вариант того, чтобы вы не знаете, наутрубки, а другой человек разрабатывает так задать свойства. Вот вам два решения об одной задачи. Потому что задачи поставлены для проблем. Мы можем выделить ключевые слова, которые вам обязательно, непременно потребуется пояснить для себя, для того, чтобы успешно решить эту задачу. Что такое в нынешнем трубке? Мы с этим уже разбрались. Что такое этот метод? Как он осуществляется? Что это вообще? Электропроводность, металлические полуправниковые свойства. Те основные темы, которые вам обязательно потребуются, например, чтобы решить такую задачу. Вопросы? Нет? Нет. Ладно. Пойдем дальше. Подельные условия, о которых мы с вами говорили. Это ряд разумных предположений, которые поможут вам сузить рамки задачи. И, как я уже говорила, бывает задача слишком обширна, чтобы решать ее во всем объеме. Ее, конечно, можно решить во всем объеме, но нужно ли это? Опять же, вернемся к нашему вопросу. К нашей задаче-трамонатурке. Как уже было сказано, бывает очень несколько структур. Вот, понятно, пулерен. Такой шарик, состоящий из атомов пулерода. Это одностерная пулеродная нанотрубка. Просто листочек свернут. Вот, пожалуйста, одностерная пулеродная нанотрубка. Многослойная пулеродная нанотрубка. И при этом она может быть еще даже нескольких модификаций. Она может быть как беда на трубке друг в друге, она может быть свернута по типу рулона, это может быть конфигурация так называемой русской матрешки, и при этом они могут быть как двухслойными, так трехслойными, так и вообще сколько угодно слойными. Помимо этих структур, есть еще всякие губеродные натомолокна, есть нанорожки, которые представляют собой, ну такой фактический формус, тоже из запаха губерода, и вообще любая из этих форм может быть продуктом синтеза. То есть мы понимаем, что если мы будем предполагать, что если нам требуется отделить один типного трубок от другого, где есть все вот это и еще очень много всего, мы будем решать это три года, в лучшем случае. Потому что это очень большой объем материалов, потому что каждая из этих алкогольных модификаций обладает своими свойствами, в чем-то они похожи по свойствам, в чем-то они совершенно отличаются. И поэтому если мы будем учитывать это все, будет очень долго, и это нерационально. Какие мы можем предложить модельные условия в рамках нашей задачи для этого? Выбрать один вид, только мы не будем участвовать. Так, выбрать один вид. Еще. Это общие свойства. Общие свойства. Справнить каждый вид. Справнить каждый вид. Пошел. Но для этого для слов нам обязательно потребуется обращение в специализированной литературе. О литературе мы с вами еще поговорим, но допустим, мы знаем, что так вот метод, который указан в задаче. Он используется в основном для того, чтобы получить одностерные литературные модификации. То есть основная масса продукта – это одностерные. Получается, мы можем поставить модель условия и рассматривать задачу в рамках того, что в массе продукта есть только одностерные новодрубки. Это логично. Потому что если этого продукта, например, в 90% в массе, ну, 10% мы можем взять как помрежность. И, в принципе, если мы предложим решение в рамках данных подобных условий, для каждого конкретного случая мы можем ввести дополнительные коллективы. Но для начала мы решим это. Вопросы? Хорошо. Дальше. Формирование идеи. Это тот пункт, когда сильнее всего проявляется командная работа. У вас по 5 человек в команде, например, где-то больше, и вы все еще между собой конкурируете за место. Ну, возможно, вам это делать не придется. Но все равно вы должны собраться вместе и определить для себя, как же вам решить те задачи, которые у вас есть. Для этого у вас есть кураторы. Это те самые люди, чьи квалификация позволит вам ориентироваться в материале. Это те люди, на которых вы сможете положиться, но о которых я, правда, не буду вам подсказывать. И когда вы собираетесь вместе, полезно, чтобы в команде был капитан, который берет на себя роль координатора. Капитан слушает все, что ему предлагают участники команды, собирает эти идеи в единый список, и потом каждая идея обсуждается. Обязательно, для того, чтобы вы могли начать этот разговор, что вам нужно погрузиться в материал, вам нужно выяснить для себя, возвращаясь к нашему примеру, что же такое монотрубки, какие они бывают, какие у них свойства, почему они металлические, почему они полупроводниковые, что это за метки, и вообще узнать, как можно больше всего, а в объятиях больше. Это, я надеюсь, понятно. И когда собираетесь, вы можете действовать несколькими вещами, которые вам больше нравятся, но это, опять же, область такой методологии, и на самом деле все это происходит довольно сумбурно, когда вы, основываясь на той информации, которую вы получили, набрасываете идеи, и потом каждую из них обсуждаете. Вы можете взять свойство совершенно другого объекта и перенести его на ключевой объект. Например, если вам чем-то на натрубке, на поминарах сложенный газетный лист, вы можете придумать, что вы можете сделать. Газетный листок и попробовать перенести это на натрубке. Интересно, что у вас случилось. В этот момент обязательно, чтобы каждый член команды раскрылся, чтобы он высказал свою точку зрения. Потому что, конечно, вы можете единолично взять на себя ответственность и полностью одному разработать задачу. Но с другой стороны, вот вы один человек, что-то придумали. Вы описали это, вы получили решение, но у вас не было критического взгляда на вашу идею. Ваш товарищ по команде не высказал своих размышлений по поводу того, что вы придумали. И, возможно, эти критические замечания были бы вам полезны. Соответственно, когда ваше решение будет проверяться, другой человек заметит эти слабые моменты, если они есть, но он не будет к вам дружелюбен, в отличие от вашего товарища, с которым вы могли бы это обсудить и как-то исправить. Здесь уже ничего не подлежишь. Вы можете разделить большую проблему на несколько маленьких проблем. Например, чтобы каждый человек занялся своим кусочком проблемы, и потом вы по-разному скомбинировали всю информацию, которую вы получили. Это тоже работает. Опять же с высоты. Относительно высоты опыта. Это тоже работает. Это тоже может быть применено. Вы можете, например, возвращаясь к нашему примеру, взять другую систему, но похожую. Например, взять не универотовые трубки, а металлические. Посмотреть, какие там свойства. Выявить для себя аналогию и попробовать сделать что-то, что работает с металлическими нанотрубками, на универом. Это все может быть. И в конце концов, после всего этого обсуждения, после формирования у капитана вот этого большого списка идей, которые могут быть, вы выбираете рабочую гипотезу. То есть, ту ось решения, которая будет у вас написана в конечном итоге. Как это обычно происходит? Есть список, и по каждому пункту проверяется, а вот это вообще работает или нет. Если это работает, хорошо, это можно принять как рабочую гипотезу. Если это не работает, гипотеза сразу же отлетается, на ее место встает другая. И так далее, и так далее. На самом деле, в раках одной из задачи может быть только одна гипотеза, а может быть много. Вы можете составить комбинированное решение из информации, наивленной вайбре, по поводу всех гипотез, или нет, или заняться только как быть веком и полностью. Здесь уже дело вкуса вашего, дело вашего выбора, и здесь проявляется ваша личная оценка. Например, может, касаемо гипотеза работы, но она вам просто не нравится. Займите с другой, которая вам нравится. В итоге, по той гипотезе, которая вам нравится, вы сможете написать лучшее решение, чем по той, которую вы испытываете неприятие. Вернемся к нашей задаче. Мы в процессе обработки материала воркнулись на такую информацию, что гипотезы нанотрубки закручены совершенно по-разному. И по-разному закрученные нанотрубки имеют разные свойства. Смотрите, вот первые две нанотрубки, они имеют вот ось вертикальную. Видите? А третья, которая потолще, она вот немножечко закручивает. Когда вы смазываетесь с таким фактом, ваше образование, ваша квалификация, ваш кругозор могут помочь вам в поиске идей. Например, что вы скажете мне по поводу этой закрученной нанотрубки? Ассоциации на вас какие-нибудь вызывают? Ну да, так. Так. Направление вангетных линий. Так, вариант направления вангетных линий. Так, еще какие ассоциации? На что это похоже? Ствол оружия. Припомнилте, Сломанный палец. Сломанный палец, у божьей. Ладно, еще иди, еще иди. Пожалуйста. Ствол оружия. Ствол оружия. Пожалуйста. Кто там? Строс или канавр. Строс или канавр. Так. Ну, еще какие-нибудь вам известны такие естественно-научные объекты, которые тоже закручены. Что вы делаете? Элькар. Всегда похожи. Всегда похожи. Неправильно. А теперь мы вспоминаем. Один из принципов у вас, который у вас учат даже в школе. Подобное растворяется в подобное. То есть, в соли растворяется в воде, потому что и вода, и соль, и ляк, например. И вот, за счет сходства на воду, трубки и ДНК. Какие у вас возникают мысли по этому поводу? Они похожи. У вас не возникает ощущение, что они могли бы как-то очень хорошо к другому подойти. Взаимодействуют. Что происходит? Взаимодействуют. Взаимодействуют, да. За счет того, что они как раз похожи и по размерам, и по своей структуре. А ДНК соответствуют или ироны? ДНК. Еще не ешь. Если мы действительно начнем разбирать гипотезу о том, что закрученные монотрубки взаимодействуют с закрученной спиральной ДНК. Мы найдем этого множества подтверждений, потому что они действительно взаимодействуют. И один из способов разделения действительно основа о том, что носить монотрубок смешивают с раствором, к дочкам, молекул. И закрученные монотрубки взаимодействуют с ДНК. И потом они могут быть отделены разными методами, сентрифугой, романографией, как угодно. Соответственно, вот те трубки, которые поставлены в ряда, они имеют металлические свойства. Трубка, которая закручена, она обычно полупроводниковая. Там есть разные моменты, связанные с какими-то этими, как хиральность, векторами, но это нам сейчас не очень интересно. Скорее всего, она полупроводниковая. И поэтому, если мы с помощью ДНК обернем вот эти вот закрученные полупроводниковые трубки, мы их отделим от основного силы. Мы практически решим нашу проблему. Потому что проблема стояла как раз как нам разделить. Очень простая собака. Очень простая. очень простая. Итак, для того, чтобы хорошо ориентироваться на материале, вам потребуется очень большой объем научных данных. И сейчас я хочу объявить небольшой перерыв, во время которого вы можете переписать вот эти ссылки, чтобы потом мы с вами на этом не останавливались. и после перерыва мы поговорим о том, как разобраться в этой инженерации. 5 минут заставить. 5 минут. Продолжаем? Продолжаем. Так. Научшее основание ваших людей. Оно нужно быть действительно научшим. И поэтому источники из которых вы будете брать информацию тоже очень важны. Конечно, для предвечного погружения в материалы вам будет достаточно быть википедии или предвязательного словаря для того, чтобы вы вообще понимали, что к чему. Пожалуйста, быстрее, еще быстрее, еще, все. Только не чай, не дайте. Вам будет достаточно какой-нибудь википедии, но мы с вами понимаем, что просто википедия меня подключитесь. Например, вы можете рассмотреть англоязычную википедию, которая больше информации и которая получше там расписана. Честно вам скажу, намного-намного больше информации и намного-намного лучшего качества. Помните, с этим есть ряд некоторых других сайтов, которые публикуют выдержки из современных статей, из последних исследований в области химии. Это такие сайты, например, как Нанометр и Химборд. У Химборда есть замечательная функция рассылки последних химических новостей на вашу электронную почту. Я на нее подписана где-то уже в течение четырех лет. Не прочитала много сна. Также вы можете воспользоваться базой патентов. База патентов это вообще очень классная вещь. Потому что зачастую бывает если задача технологичная, то есть вам требуется предложить какую-то технологию взамен уже существующей. На сайтах с патентами вы можете найти эти самые технологии, которые пока не применяются. Или применяются на очень ограниченном масштабе. И какая-то из этих технологий может быть действительно лучше того, что используется на данный момент. Она действительно может подойти для решения вашей задачи. Это действительно будет очень полезно. Но что мы все о статьях для статьях? Есть еще такой замечательный статью как книги. Если вы не желаете сидеть в библиотеке Беринского днями и ночами, вы можете воспользоваться библиотечными оттуда вы также можете как скачать статьи, так скачать целые книги в удобных форматах, в которых может быть описана нужная вам информация. Обычно книги это источник общей информации, то есть там будут скорее общие положения, какие-то законы, которые вы сможете применить к вашей задаче. Потому что редко когда откроешь книгу и видишь там именно то, что нужно именно в этой задаче. Понятное дело, что библиотечные ресурсы требуют больше навыков обработки информации. Потому что информация сама по себе обширнее и более общая. Поэтому вам потребуется серьезное усилие затратить на ее сайт сайта как Science Delect на это место мы прошарим в английском и вы знаете как задать нужный запрос для того, чтобы найти там ту статью, которая описана именно то, что вам надо. Кстати, это статьи из популярных журналов авторитетных источников но все на английском. Слово сказать, англоязычной литературы в мире больше. Поэтому если вы планируете если не играть в гадальный турнир, а хотя бы быть таким матерым специалистом в области естественных наук и химии в частности, прокачивайте английский, Прокачивайте. Посмотрим на логотипы некоторых сайтов. Это электронная библиотека и лайнеры. Это крупный сборник научных изданий периодических. То есть там есть архивы некоторых журналов, статей и так далее. Помимо 3 нанометра 10 лет кимпорт они все к вашим услугам и ими действительно удобно пользоваться. Рассмотрим некоторые полезные приемы из разряда гугли как профессионал которые наверняка где-то уже слышали но я собрала здесь несколько из тех которые действительно полезны. Например поиск тематических сайтов. Если мы ведем написанную формулу поисковик я использую традиционный гугл он выдаст вам сайты схожей тематики. например на запрос химпорт он выдается от химик.ру это так публикесы брать только на химике больше информации такой ну действительно общей структурированной а химпорт он часто публикует именно последние исследования последние разработки публикесы если вам нужно больше информации еще больше еще больше пожалуйста этим можно пользоваться поиск по сайту это популярная вещь тоже очень просто пользоваться если вы знаете что вам нужно найти и вы знаете что на этом сайте действительно может быть нужна вам информация выводите запрос и указываете на каком сайте вы это ищите например нужно найти углеродные на натрубке на на метре и он выдает вам все статьи в которых как-то упомянутые на натрубке и которые находятся на сайте лампетра все очень просто очень полезная вещь исключение использования она всегда полезна когда вы ищите какое-то вещество и вам постоянно предлагают его купить вы ищите свойства мода это ламина и вам говорят купи вот это ламина вы можете вести форму исключите из поиска слово купить и он вам этого не выдаст например вы ищите кого-то с фамилией Поттер но вы знаете об этом мальчике со шрамом он вам уже не интересен убирайте слово Гарри из поиска и он вам выдает других Поттеров тоже очень просто вместо того чтобы продираться через первые три страницы поиска с одними деклопроизведениями ролик пожалуйста исключить там минус то есть вы пишите Поттер например пишите минус Гарри между минусом и Гарри пробелом нет и тогда слово после минуса он вам поиск не включает и еще очень полезная вещь обратимся к той же самой википедии безусловной потому что особенно в английском ее варианте очень много литературных источников указанных в конце статьи эти источники можно найти на том же сайте директе можно их найти в академии гугл можно их просто вбить название в строку поиска чтобы он нашел вам эту статью но просто чаще всего она закрыта в закрытом доступе так что но бывает и такое что есть ссылки именно на это издание или на файл которые приведут вас именно на нужную страницу и вы посмотрите и убедитесь что да действительно википедии написали именно то что говорится на ее статье раздел назвать references и очень полезная вещь тоже рекомендую вам я ее воспользовала это википедия это из википедии но на самом деле вот на химпорте на хим.ру на нанометре в конце статьи есть такая новая информация в конце статьи указано по материалу например статьи вышедшей в журнале Sunnestate chemistry и указано ее вот какие параметры если что обращайтесь я получу вас этим пользоваться дальше после того как вы страдали свое решение достаточным количеством научной литературы открепили это все миллионами миллионами ссылок указали все эти выходные данные всех этих статей и книг проанализируйте пожалуйста свое решение потому что очень часто бывает что например вы придумали новую методику это новый оригинальный вообще план украинский в этом какой-то риск какая-то изюминга но эта изюминга может быть довольно специфичной и ее может быть трудно выполнить с технологической точки зрения может быть для того чтобы воплотить ваш замысел нужно очень много времени или очень много людей или может быть это просто очень дорого такое тоже очень часто бывает поэтому вы должны проанализировать не будет ли вот эта изюминга вам слишком дорого стоит или вы можете построить свое решение на проверенных методиках годами выберенных так пользовались еще наши детские и праздники но это будет стандартное решение оно не будет основано на какой-то на бинке или оно не будет основано на каком-то патенте или ваши оригинальные мысли но это проверенное решение которое действительно вас приведет к нужному результату и вы проанализируете его и поразмыслите над тем как соблюсти баланс между тем что называется изюминкой вот это вот искор решение оригинальностью задачи и тем что действительно будет работать посмотрите на ваше решение критическим взглядом можете даже кому-нибудь показать посмотрите на него и поразмыслите над тем какие могут быть слабые места вашего решения потому что когда посторонний человек будет на это смотреть и мы сейчас говорим уже не только о том мире а о любом проекте который вам придется единолично и в команде выполнить и когда вы будете его представлять ваши деса посмотрят на него и он увидит эти слабые моменты и у него возникнет вопрос если у вас есть решение в нашем проекте в слабых местах с чего вы взяли что он не нужен поэтому вы сами должны их вычлить и вы сами должны подумать над тем как их можно нейтрализовать например вы говорите да этот прибор очень дорогой но вообще на нем можно делать не только то что я предлагаю а на нем можно делать вообще все что вы делаете в вашей лаборатории и таким образом очень дорогой прибор заменяет несколько других приборов и это действительно купирует вашу проблему и желательно чтобы на каждый минус вашего решения вы нашли какой-то плюс который его компенсирует это поможет вам не только быть готовым к возможному подвоху но и самому лучше понять что вы вообще предлагаете миру и вы должны задать себе вопрос в чем новизна моего решения потому что очень часто бывает что вы что-то предлагаете но это уже используется и тогда вас обязательно спросят что же нового вы придумали вы просто взяли чужое решение и подставили его ваше условие на самом деле для того чтобы решить научную технологическую проблему хорошо нужно как раз таки предложить что-то новое это может быть новая комбинация методов это может быть новый метод это может быть нестандартный взгляд на эту проблему и как следствие изобретение чего-то такого что еще не применяется о чем еще не слышали и это очень полезно как для вас так и для того как мы догадываем этот проект вопросы хорошо немного о ваших расширенных решениях то есть о тех самых пяти страницах текстов которые вы вводите 31 утепля расширенные решения базируются во трех таких собственно проекте так у нее должна быть идея та леподиза которая у вас сначала появилась это тот ваш ответ на вопрос как я могу решить эту проблему идея это ось всего решения она должна проходить через него все для того чтобы это решение было хорошим дальше вы должны продумать структуру решения вашей проблемы это будет каркас решения то есть ваша идея обрастает методами она обрастает нюансами обрастает информацией которую вы используете для того чтобы поплатить жизнь вашу идею это такой логический каркас вашего решения и наконец ваше научное обоснование это форма задач вы смотрите на задачу именно таком порядке у вас сначала идея структура и потом решение но когда посторонний человек будет смотреть на ваше решение он будет идти во обратном порядке он сначала видит форму вашего решения он сначала видит насколько грамотно и логически оно описано он сначала Uit насколько оно полно насколько оно подкреплено на УЧНО насколько оно вообще соответствую к его ожиданиям Дальше он будет вчитываться в него, и он увидит структуру. Он увидит в помощи каких методов, для чего служат эти методы, как вы собираетесь воплощать вашу идею. И он увидит всю эту взаимосвязь, которую обязательно должна между ними простатить. Если у вас есть лишние пункты решения, убирайте их и не жалейте о них ни минуты. Потому что чем больше у вас манипуляций, тем больше у вас ошибок. Это понятно. И наконец-то, когда он сбросит от себя всю эту структуру, он увидит вот эту самую суть. То, на чем основано ваше решение. Ту идею, на которой базируется ваш проект. Конечно, эта идея, это и есть самая цель. Потому что в конце концов методы можно подогнать, информацию можно найти любую. Но первое впечатление, именно решение, именно о том, что написано, это первое впечатление. И у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Вернемся к нашим нанотрубкам. Немного о том, как в конце концов решилась эта задача. На самом деле, мы искали очень много литературы. Мы перелопатили горы учебников, горы статей. Нашли даже химический скотч. Это действительно такая подложка, на которой были привиты различные органические группы, которые селективно взаимодействовали с разными типами нанотрубок. И, грубо говоря, когда вы приклеивали скотч на массив нанотрубок и отдирали его, вы нас уже подтвердаете? Да, мы подтвердите. Очень жаль. До свидания. До свидания. Когда вы отдираете скотч от этого массива, у вас в нем остается только один вид нанотрубок. Когда вы приклеите к нему второй скотч, отдираете, а там вам уже другой вид нанотрубок. Вот почему доходит научная миссия, если проверять, какие нестандартные методы. Но на самом деле это значение имело множество решений. И когда мы приедем на турнир, мы услышали два решения, и ни одно из них не содержало новизны. Был произведен просто анализ литературы, и было сказано, что есть вот такие, такие, такие методы. Упоминали неоднократный химический скотч, говорили о растворах поверхностно-активных веществ, говорили об органических компонентах, которые тоже, так или иначе, селективно связаны с различными типами датутрубок. И была произведена коронавками от центра того, какой из этих методов лучше, какой хуже. Как задачу решили мы? Разумеется, мы написали несколько из этих методов, самых популярных, которые встречаются. И обратились к методу синтеза, который, схема которого представлена. То есть, что представляет из себя этот синтез? В камеру запускается метад и вода. Парк, надевай. Внутри камеры есть подложка с катализатором. Катализаторы — это частицы кобальта или никеля, наночастицы. Подопливается. Это все нагревается, разлагается и на катализатор вырастают трубки различные, которые выходят в качестве готового продукта. И в талёном 2012 году, сейчас он уже кажется валёким, возникла такая мысль. Помните вторая проблема, которую мы обозначили для этой задачи? Как можно создать свойства на начальном этапе синтеза? Есть такой очень интересный факт. Если из одной трубки удалить один атом углевода, в конце концов, этот атом туда перейдёт, например, скраду. То есть, эта структура может самозамечиваться. Разумеется, это упрощённый вариант. А мы подумали, что если она может быть не только самозамеченной, но она может быть ещё и самовыращенной. Процесс самозборки нанотрубок – это тоже популярная довольно вещь. И мы подумали, а возьмём какого-то нанотрубки с заданной конфигурацией. Мы одним из методов, тем же самым химическим скотчем, получим полупровняковые нанотрубки, нарежем их коротенькими пенёшками, посадим на эту злополученную подложку и запустим синтез опять. Чисто теоретически, на этих коротких пеньках начинает вырастать вторая, почему не вторая? Эти пеньки начинают расти. И получаем длинную нанотрубку с полупровняковыми свойствами. Мы подумали, о, классно, мы нашли что-то новое. Супер! Это было в 2012 году. Защитить эту задачу нам, к сожалению, не удалось. И год спустя, в 2013 году, я узнала, что таким способом трудолюбимые китайцы выращивают нанотрубки с 2009 года. Только они их не ставят пенёчками. А кладут брёвушками. Как видите, возможно, всё придумано до нас. А возможно, нет. И вот такими зачастую удивительными вещами сопровождается то, что мы называем бомбирами. Собственно говоря, этим мы живём. А почему задачу не защищали? Спасибо. Почему мы её не защищали? Потому что структура ТОМИРа составлена таким образом, что вы не защищаете все задачи, которые вы решили. Допустим, одну задачу вы выходите докладывать, читаете лекцию, показываете презентацию, а на другую задачу вы ходите как оппонент, как тот самый критический взгляд. А в третью задачу вы, например, выходите как рецензент, и вы подводите итог того, как докладчики-оппонент друг с другом поговорили на эту тему. И вот получилось так, что мы не были ни докладчиками, ни абонентами, ни рецензентами к данным задачам, а мы её просто пропустили. Раскомнался конец лекции. Вот на самом деле это всё. Спасибо за внимание. Я вижу, что мы устали. Я вам как-то прятаю в вашу. Поэтому хочу вам показать, что в чём предстоит опять же из нашего личного опыта, о том, как вы ездили за все эти пять турниров. А теперь найдите своего куратора. Команда нашего университета, люди в синим. Вы можете опоздать нашего главного организационного армии. Здесь есть ещё два куратора, точнее три. И вместе со мной три куратора, которые помогают вам вашему идее на этом турнире. И мы станем рожки организатором всероссийского литератического турнира школьников, на который кто-то из вас обязательно поедет. Опять же, найдите своего куратора, найдите вашего организатора, найдите вашего лектора. это московский государственный учитель. Один раз, и второй раз, найдите своего куратора. пройдите к своему аппаратуру. Это танцы. А вас не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще раз спасибо. Кстати, для того, чтобы вам понять, зачем вообще мы все это делаем, вот здесь, в центре кадра, Светлана, она тоже могла бы быть вашим куратором, если бы сейчас она не уехала на стажировку в Индию. Для того, чтобы поехать на стажировку в Индию, во-первых, ей нужно было заниматься научной работой, во-вторых, уметь общаться с людьми, а треть, выучить английский язык. И все это помогало ей делать и стало такой опорной точкой именно на турнире. Благодарим еще раз нашим декоратчикам. Я очень надеюсь, что вам понадобится эта информация. Я понимаю, вам, наверное, было не очень просто слушать, потому что это значительно дольше, чем ваши уроки в школе обычно. Но вы все люди взрослые, и поэтому мы относимся к вам как сверстникам, как к будущим студентам. И хочу отметить один момент. То, что мы вам предлагаем, это наш личный опыт. Это то, что мы пережили, переживаем сейчас, еще надеемся, вместе с вами будем переживать долгое время. Вы можете делать все так, как вы считаете нужным. Я вижу много незаурядных людей здесь, много людей, которые слушают внимательно, люди, которые задают вопросы, смеются над профессиональными шутками, это уже нас с вами объединяет. И мы не сомневаемся ни разу, что каждый из вас, во-первых, способен на это, во-вторых, не стесняетесь этого делать. Это интересно, это здорово, мы хотели бы развеять стереотип, что химики, которые сидят по своим лабораториям, неправда, не скучные, и я надеюсь, вы это поймете, в процессе общения со своими операторами, в процессе общения с нами. Вот, что касается еще нескучного, на будущей неделе я с великой радостью приглашаю вас еще раз в эту самую аудиторию, теперь наши лекции будут проходить именно здесь, на лекцию, которую буду вести я, и мы с вами поговорим, а как же представить наше решение, чтобы на него обратили внимание, чтобы оно, полностью, все наши мысли дошли для тех людей, которые будут это читать, проверять или опланировать, как доказать, что я прав. Так еще раз, когда? Через неделю в этой же аудитории 15.00. Большая радость вас встречи. Подождите, это еще не все, господа, пожалуйста, присоединяйте. Хочу услышать сейчас, ну, теперь еще чуть-чуть, хочу услышать от вас пару слов, было ли полезно, было ли это нужно, стало ли понятнее, что такое твни, это очень здорово. Сейчас мои коллеги раздадут вам маленькие листочки, я очень прошу вас, пожалуйста, запомните, напишите там пару слов, все что угодно, насколько полезно, насколько интересно вам была эта лекция, или неинтересно, я с мамой напишусь. И что можно было бы добавить, чтобы вам было комфортнее, интереснее, хорошо? Хорошо. еще одна новость, внимание, господа, маленькая, почему, это повод, почему надо добавиться в группу ВКонтакте. в группу ВКонтакте. также у нас есть видеозапись сегодняшней лекции, у нас есть технический директор, где вы можете помочь, пожалуйста, всем учиться. Он специально для вас вот здесь сидит, он специально для вас записал эту лекцию. Если вдруг вам захочется вспомнить какие-нибудь слова Анастасии или просто посмотреть на этого приятного человека, вы сможете это сделать на видео или посоветовать своим товарищам. На этом теперь большое спасибо за внимание. Если кто-то хочет пообщаться со своим куратором, который здесь есть, или задать мне вопрос, у нас есть с вами время еще остаться здесь, в этом аудитории и еще поговорить. Для всех, у нас хорошая неделя, плодотворная, работайте, дерзайте. Желаю вам удачи. Увидимся через неделю.